Защитникам Отечества новая техника и гуманитарный груз вновь отправляются в зону специальной военной операции. Накануне ее передали на митинги-концерте, посвященном тем, кто сейчас на передовой. Подробности у Марины Тимофеевой. Ключ вставлен, то есть вытащить его невозможно отсюда. Это специальная версия легендарной буханки. Классическая модель после вмешательства ульяновских механиков, готова к боевым задачам. На окнах пластик, на крыше дополнительный багажник. Повысили проходимость. В заднем мосту ставится самоблокирующийся дифференциал. При пробуксовке колес они блокируют и начинают лучше выезжать из грязи. А на борту Владислав Луконин. Он уже в 10-м классе понял, что станет защитником Отечества. И с первых дней был на передовой. Теперь его семья объединяет людей в помощь тем, кто сегодня в зоне специальной военной операции. Сегодня для меня, наверное, самое важное – это я сейчас всегда смотрю, а как бы сына ценил. И для меня сейчас важно, чтобы им было перед ним не стыдно. Эти машины уже сегодня возьмут курс в направлении особого подразделения. Следом отправятся и очередной груз помощи. Этот конвой уже давно стал поистине народным. Ведь формируют его обычные люди. 50-метровый триколор гордо развивается на площади Ленина. С гимна страны начинается митинг, посвященный Дню Защитника Отечества. Этот день сегодня приобрел новый смысл для людей. Быть защитником Отечества – это великая честь и большая ответственность. И я уверен, что мы все вместе, сплотившись вокруг нашего президента, обязательно одержим победу! Ребята, которые там, удачи домой вернутся, чтобы все было хорошо. Защитники Отечества – надежный щит своей страны!